Родители 500 юных спортсменов обвиняют чиновников в разбале детского футбола. Обветшало оборудование, отсутствие формы, места для тренировок, нечищенные поля и постоянные проблемы с финансированием. В таких условиях пытаются достичь успеха юные дарования. Индира Акимова расскажет подробнее. Подготовка юниоров футбольного клуба «Алтай» к чемпионату страны проходит в жестких и нервных условиях. Тренируются дети, где придется за счет родителей, но до сих пор не знают, попадут ли на соревнования. Ведь пока финансирования нет. И это при том, что до чемпионата осталось всего 11 дней. Вот я своему лично покупаю бутсы. Каждые два месяца я покупаю нормальные бутсы – 17 тысяч. Мой ребенок – вратарь. Штаны я покупаю каждый месяц. Но дело даже не об этом, вы поймите. Я готова вкладываться в своего ребенка, но я не готова, чтобы вот так нас взяли и распугались. Последние соревнования, которые происходили в Копчегае, по стоимости обошлись 65 тысяч тенге. Сюда входит проезд, проживание в гостинице, питание. Футбольный клуб «Алтай» посещают 700 детей в семье Юсь-Каменогорске. При этом целый штат тренеров уже три месяца не получает зарплату. Мы сами всю зиму поле чистили, лопатами. Выходим на поле, чистим. Там даже и детей привлекали к этому. Чистим поле, опять же, за свой счет, за счет своих сил. Сейчас нас не пускают ни на поле, сейчас нет денег ни на выезд. На содержание клуба требуется 600 миллионов тенге, для получения которых надо выиграть тендер. Однако в этом году сделать это совсем непросто. Появился неизвестный доселе конкурент, и процедура сильно усложнилась. В конкурс вмешался другой поставщик. Хоть и для Федерации футбола отписала, что на Восточную Казахстанскую область наложен мораторий, что новый клуб не может быть заявлен. Если тендер выиграет новый клуб, то детям и родителям придется просто перейти туда. И Управление спорта уверяет, что независимо от того, кто получит финансирование в этом году, он возместит все затраты. Насчет того, что смогут участвовать или не смогут, тут вопрос не стоит. То есть мы постараемся, гарантируем, что дети будут участвовать. А ведь шесть лет назад власти обещали, что поднимут футбол на высокий уровень. Начали с того, что открыли Академию футбола, наняли испанских тренеров. Но через три года Академия закрылась. Теперь на грани исчезновения крупнейший клуб региона. Индира Какимова, Юлдос Жупанов, Усть-Каменогорск.